В принципе, концепция она сделана на миграционной политике, и федеральная служба, ну я вам скажу так, да, федеральная служба, в принципе, работает хорошо, они делают всё, но этого недостаточно. Здесь для того, чтобы вопрос миграции, он должен, ну это знаете, как вот у меня правая рука хорошо работает и левая рука, а голова плохо работает, если голова плохо работает, и руки не будут работать. Здесь надо решать Минрегион, Минэкономразвитие, ну дайте вы, в каких регионах какие специалисты нужны, определите вот эти вот направления деятельности, определите регионы наиболее удобные для заселения, необходимые для заселения, первой степени, второй степени, третьей степени, вот тогда приглашайте мигрантов. Приглашайте мигрантов, говорите, вот вы там среднетехнические специальности нужны, давайте среднетехнические специальности, там давайте кого-то ещё брать, можно и дворников брать, потом миграция, она же многообразная, она на сезон, на год, на три, а может на всю жизнь хочет натурализоваться. Вот здесь в этом плане надо подходить более тонко, а потом кроме этого, всё-таки учитывать момент такой, это переселенческий момент, потому что внутри страны миграции, внутренней миграции, это не стоит называть, наверное, неправильно будет. Это переселенческие вопросы, это мобильность населения, вот надо рассматривать вот эти моменты с тем, чтобы мы, трудоизбыточные регионы, представители оттуда, могли бы как бы предлагать программу для переселения в незаселённые районы. Вот создали мы министерство, всё будет оно, всю Россию от Урала до Тихого океана будет, значит, это министерство будет рассматривать, как его развивать, ну как его развивать, если оно не населено вообще. У нас где-то 70% территории страны не населено, слабо, очень слабо. В этом плане проводили такой, значит, была программа, вот как раз-таки по миграции, которой занимается Международная организация труда. И вот по грантам МОТО в МГУ проводили опрос Северный Кавказ, нет, Южный округ, Южный округ проводили. Оказалось так, что семьи, средний возраст семьи, значит, муж-жена 25-35 лет, при необходимых возможностях, допустим, там подъёмные, жильё, работа, спокойно все готовы переселяться хоть на землю Франца и Иосифа. Дайте работу, дайте возможность жить. Да, может быть, они не на всю жизнь, может, уедут на 10 лет туда. Ну, на 10 лет проработают, там другие приедут. Но надо, в первую очередь, рассматривать возможность максимального обеспечения занятостью своего населения. А потом уже, естественно, там добавили, нам не хватает населения, нам мигранты нужны, мы хотим или не хотим, мы вынуждены будем их потреблять, как говорится, и в больших количествах. Потому что у нас была пауза, вот президент недавно выступал, говорил, демографическая яма была в 90-х годах. И у нас скоро, вот сейчас мы начнём это чувствовать, нам не будет хватать людей. Поэтому, ну, к миграции надо с умом подходить. И я думаю, что вот те вопросы, которые мы в том числе и на комитете рассматривали, и на Совете Президентском, не может быть миграционной политики вненациональной. Она так или иначе связана с какими-то этносами, с их перемещением, с смешением. И любые миграционные потоки, они приводят к изменению этнического состава конкретных регионов. Это всё надо учитывать. Значит, надо создавать предпосылки для нормального взаимодействия, для того, чтобы не возникало конфликтов и на этой основе. Почему вот плохо относятся в Москве к мигрантам? Ну, во-первых, то, что преступность, всё, это нелегальная миграция. Легально они все работают. Нелегально. А нелегально почему есть? Да потому, что работодателю выгодно. Он налоги не платит. Он пишет ему 50 тысяч, а платит 10, если вообще платит. И это всё приводит к тому, что вот она коррупция в этой сфере. Вот сейчас закон готовится, где будут и работодатели отвечать за, если будут обнаружены нелегальные мигранты, в работе его будут участвовать. Они будут отвечать за это и рублём, и тюрьмой. Вот здесь такой подход должен быть. Вот нелегальную надо максимально изжить из нашего быта, из нашей жизни. Если нелегальной миграции не будет, остальное всё можно регулировать. А нелегальную регулировать очень трудно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова